Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже Картопи Флора. Это турецкая пряжа, чистый акрил, 100 граммов, 230 метров, довольно-таки нежная, очень приятная на ощупь. Ниточка немножечко толще, чем классический акрил, то есть немножечко буквально, но не путайте толщину с Ланой Голд. То есть у меня спрашивали, какие отличия между Ланой Голд, которая 240 метров, и Картопи Флора, толщина в которой в 100 граммах 230 метров. То есть все думают, что это одинаковое, но из-за состава пряжи, так как здесь чистый акрил, он тяжелее, чем полушерсть. Поэтому здесь, как вы видите, ниточка гораздо тоньше. То есть я бы даже сказала, толщина у нее между Ализе Ланой Голд и Ланой Голд Файн. То есть ниточка не как Ланой Голд. Обратите внимание, кто задавал вопросы, обратите на это особое внимание. Здесь у нас производитель рекомендует крючок 2,5-3, но для плотного вязания я использовала для этой пряжи 1,5-2. То есть здесь уже смотрите сами, насколько плотно вам нужно вязание. Для ажурчиков, конечно же, троечка, а то и больше можно смело использовать. Здесь спицы рекомендую 3,5-4, но для плотного вязания я вязала где-то троечкой. То есть это максимальная толщина спиц, которую я вам рекомендую для плотного вязания и для лицевой глади. Если же хотите более рыхлую вязку, то соответственно четверочку можете также брать. Но четверка я считаю, что это для тех, кто хочет более такое пышное и вытянутые петли. Итак, в общем, пряжа довольно-таки интересная. С нее я вязала детские пинетки. Можете смело брать для тех, кто хочет детские пинетки связать. Для детских вещей она очень приятная. Она ощупь не колется, поэтому детские вещи вполне можно с нее вязать. Я вязала с нее костюмчик детский, полосочку у меня такой голубенький. Поэтому, в принципе, пряжа довольно-таки непривередливая к стирке. Единственное, что не стирать ее при высоких температурах выше 40 градусов. Вообще не рекомендую никакую пряжу стирать, так как она может полинять. И если у вас будет сочетание светлого и темного цветов, то, конечно же, будьте осторожны. Гладить, в принципе, ее тоже не рекомендую, потому что она очень такая вот тогда становится. Мягкая, в общем, такая вот на ощупь чересчур гладкая. Поэтому гладить не рекомендую. Можете пропарить немножечко паром, именно непосредственно, не дотрагиваясь утюгом до изделия из этой пряжи. Что еще хотелось сказать. Очень насыщенные цвета, очень цветовая гамма здесь в этой пряже насыщенная. Так как акрил, он, в принципе, красится в любой красивый оттенок. Вот, поэтому, конечно же, оставляйте в комментариях то, что я вязала из этой пряжи. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте за мой новый канал. Будет много чего интересного, новенького. Всем хорошего настроения, ровных петелек, творческого настроения. Пока-пока. Пока.